Суд вынес приговор Константину Печенкину, который оскорбил ветеранов Великой Отечественной войны весной этого года в интернете под новостью о поисковиках, вернувших на родину двух погибших кировчан. Он написал очень грубые комментарии и сравнил погибших в годы войны с мертвым тухлым мясом. Каков итог этого скандального и аморального поступка, узнаете в рубрике «Сводка». Я, Печенкин Константин Александрович, публично приношу извинения перед соотечественниками за оскорбление в сети интернет памяти о подвиге наших предков-защитников Отечества. Этот 46-летний житель Кирова Константин Печенкин не женат, без детей, живет с мамой. 15 апреля он был трезвым и сидел за компьютером. Дед у Константина ветеран Великой Отечественной войны, но мужчина искренне считал, что война бессмысленна, а все, кто воевал и погиб за родину, это, цитата, «мертвое тухлое мясо». Свою вину Печенкин признал. Кировский областной суд за реабилитацию нацизма приговорил его к штрафу в размере 30 тысяч рублей. Также осужденного отправили на принудительное наблюдение и лечение у врача-психолога. В амбулаторных условиях приговор суда не вступил в законную силу. Полиция разыскивает Галышева Игоря Ивановича, 1966 года рождения. 11 сентября по адресу Октябрьский проспект 105 в кафе он украл у потерпевшего 40 тысяч рублей. Сейчас мужчину объявили в розыск. Информацию о местонахождении подозреваемого просит сообщить по телефону 8 922 970 77 70 67 43 18 или 102. Следственный комитет расследует дело об организации азартных игр. По информации ведомства, 22-летний житель Санчурского района зарабатывал на любителях таких развлечений. Игровой зал с оборудованием находился в городе Слободском на улице Советской. Сейчас вся техника изъята, следователи проводят проверку. Подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы. Сергей Пичугин, место происшествия.